Друзья, сегодня, конечно, женская тема, хотя и традиционно женщины доминируют в аудитории, поскольку они заботятся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих любимых мужей, любимых детей, родителей, и поэтому это абсолютно естественно. Прошли новогодние праздники, мы с нами давно не встречались в силу разных обстоятельств. Я вас поздравляю с прошедшими праздниками, пусть будет мир в ваших семьях, всем вам здоровья, вашим близким, всего самого хорошего. Спасибо. 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 И сегодня мы будем говорить, это будет вторая часть лекции, посвященная женскому здоровью, и еще будет третья часть. Первая часть, которая присутствовала, она касалась анатомии, физиологии, особенностям психики женщины. Это, конечно, очень важная тема, и я буду некоторые моменты упоминать из прошлой лекции, но сегодня лекция будет посвящена конкретно дисбалансам женского здоровья. То, что наверняка волнует многих женщин не только из-за того, что эта болезнь как таковая, но и из-за того, как правильно поддерживать свое здоровье. И третья часть этой большой темы будет посвящена материнству и беременности, и родам. То есть это также очень важная тема, даже для тех женщин, которые уже не планируют беременность. У них есть свои дочери, свои невестки, свои внучки. И это очень хорошо, если эти знания будут генерироваться в обществе. Сегодня вы, по сути, получите ледические знания, как поддерживать здоровье, как устранять дисбалансы женского здоровья. И вы автоматически станете носителями этого знания. Ваша задача — привнести эти знания в жизнь ваших близких людей и распространить эту информацию, хотя бы на таком популярном уровне. Для того, чтобы вступить в эту важную тему для изложения, нужно напомнить несколько важных моментов, особенно для тех людей, которые впервые присутствуют на подобных рецептах, или для тех людей, которые вообще не знают слова альюрведа. Есть такие в занятии? Это очень хорошо, что таких нет. Тем не менее, повторение, мать, учение и понимание главных каких-то особенностей, на которых базируются все ведические знания, очень важно в данном случае и в сегодняшний день. Как вы помните, альюрведа — это природное знание. Природное. Это я всегда подчеркиваю для того, чтобы вы поняли, что это знание не принадлежит уму человека. Это значит, что это знание основано на законах природы, которые мы с вами не выдумали, которые мы не можем изменить, и которые обязательно участвуют в управлении любого аспекта жизни каждого человека. Это природные законы, с позиции которых мы можем описать все, что существует в мироздании. То есть, любое явление, любой процесс, любой объект описать с уровня знания этих законов. Вы уже их не раз слышали, и я повторюсь, что они известны под названием вата, пита и капха. Вата — это ветер. И ветер по своей природе движется. Он сухой, он легкий, он чистый. Все аспекты движения мироздания связаны с ветром. В сегодняшней теме этот закон ваты будет особенно важен, поэтому я так подчеркиваю те качества, которыми управляет вата. Главное качество ваты — это движение. Единственная стихия мироздания, которая движется, — это вата. Только ветер движется в мироздании. Больше ничего не движется. Все остальное движется с помощью ветра. Например, пита или огонь без ветра не горит. Если мы свечку накроем стаканом, она потухнет. Современная медицина говорит, нет кислорода, поэтому горение невозможно. Это правильный ответ. Но с позиции юрведы правильнее сказать, вата не поддерживает питу, не раздувает питу. Также точно и земля. Она иногда движется, то, что мы называем землетрясением. Но сама по себе земля обездвижена, и двигать ее только может вата. То есть, другими словами, землетрясение — это проникновение ваты в капху, в землю. Каждый из этих законов имеет анатомическое расположение. Абсолютно о них все известно. Анатомическое расположение. Какими качествами они обладают. Как они проявляют себя в балансе. Как они проявляют себя в дисбалансе. То есть, врач не выдумывает, как бы что сказать, там, о вате, о пите или о капхе. Это готовое, неизменное, вечное знание. Но в то же время оно не костное. Нельзя сказать, что мы ничего больше не делаем. Только просто излагаем это знание. Задача врача — привязать это знание к каждому конкретному человеку. С учетом его конституции, периода жизни, сезона, проявлений его дисбаланса. Поэтому все в сумме сводится к пониманию того, что лечение или поддержание здоровья — это прежде всего действия врача и человека. С учетом его индивидуальной природы, с учетом природы дисбаланса и с учетом природы тех вещей, которые рекомендует врач. Еда, лекарства и так далее. Посмотрим друг на друга, и мы видим, что мы все разные. Все разные, хотя внешне мы как бы одинаковые. Две руки, две ноги, голова. Но на поверку мы все разные. И поэтому Айурведа утверждает, что невозможно дать одни и те же рекомендации всем подряд при одном и том же дисбалансе. В данном случае я говорю не о женских болезнях, а в целом о болезнях как таковых. Более того, каждый человек при одном и том же дисбалансе в различные периоды жизни и в различные сезоны получает разные рекомендации. Так влияет на это период жизни, который мы также будем сегодня упоминать, и, конечно же, сезон. Каждый из этих законов, как я уже сказал, имеет анатомическое расположение. Вата или ветер, легкая по своей сути, расположена внизу нашей физиологии. Все, что ниже пупка. А что у нас ниже пупка? Кишечник, тазовые органы. В тазовые органы входят что у нас там? Мочевой пузырь, у женщин это матка, яичники, наружная половина органа. И мы уже сразу понимаем, что при любом дисбалансе гинекологического здоровья женщины, вата неминуемо становится главной. Потому что это дом ваты. Все, что выше пупка и до диафрагмы, это дом огня. Здесь, как правило, мы видим, что расположены органы, которые участвуют в переваривании пищи. Это дом питы, дом огня, то есть место переваривания пищи. В толстом кишечнике пища, конечно, уже не переваривается. Какие-то небольшие обменные процессы идут, но в основном это процессы всасывания и выведения, а не переваривания. И, наконец, все, что выше диафрагмы, а это легкие, сердце, шея, предаточные пазухи носа, это дом капхи, дом земли. Видите, как устроена природа. Легкое находится внизу, а тяжелое находится вверху. Легкое естественным образом движется вверх, а тяжелое естественным образом движется вниз. Это одно из объяснений, почему человек, как бы, держится, не распадается, почему у него руки не отпадают, голова не отваливается. Вата стремится вверх, капха стремится вниз. Это держит человека целостность. Каждый из этих законов имеет пять подразделов. Естественно, что сегодня мы будем говорить о вате, в первую очередь, и очень важно понять, что вата также имеет пять подразделов. Они так называются. Прана-вата. Она находится в голове, управляет высшемерной деятельностью, мышлением. Идана-вата, она находится в горле. Из-за этого у меня есть и у вас есть способность говорить. Когда воздух выходит, движется из тела, голосовые связки начинают наши вибрировать, и мы издаем какие-то звуки. Сама-на-вата находится в желудке, раздувает пищеварительный огонь. Апа-на-вата находится в тазу, все, что ниже пупка. И есть еще пятый раздел, вьяна-вата. Не бойтесь, чтобы вы что-то не запомнили. Я еще буду повторять. Вьяна-вата находится во всей физиологии, в циркуляторных системах и в коже. Так вот, среди этих пяти субдош или подразделов ваты, как вы поняли, опана-вата находится в доме ваты. И поэтому этой опане-вате будет посвящена вся лекция. Апа-на-вата. В любом классическом тексте, в разделе, посвященном женскому здоровью, то ли чарака-самхита, то ли сушрута-самхита, аштана-хидая-самхита, везде черным по белому записаны следующие, и это главный лейтмотив, который вы должны уже сейчас вынести из этой лекции. Ни один дисбаланс женского здоровья не обходится без дисбаланса опана-ваты. Ни один дисбаланс женского здоровья не происходит без дисбаланса опана-ваты. То есть ни одно гинекологическое заболевание не может возникнуть без дисбаланса вот этой опана-ваты. Эта вата движется, как я сказал А пана вата движется только вниз А расположена она ниже пупка Это кишечник, тазовые органы Посмотрите, что здесь расположено Это те органы, которые занимаются очищением Через кишечник мы выводим кал, а также кишечные газы, что очень важно Через мочеиспускание, то есть через мочевой пузырь мы выводим мочу И женщины через репродуктивные органы выводят вниз менструальную кровь Всеми этими процессами управляет апана вата Также мы делаем отсюда простой вывод Что если один из этих каналов у женщины нарушен То это неминуемо приведет к дисбалансам и других каналов очищения тела Классный пример Женщина страдает запорами И у нее нерегулярный цикл Она идет к гинекологу, гинеколог ее начинает лечить И очень часто густо даже не спрашивает Ежедневно ли опорожняет женщина кишечник Ну так чаще бывает А если даже женщина скажет, что у меня запоры Гинеколог может сказать, да, это плохо Это плохо, надо идти к гастроэнтерологу и пить слабительное То есть для гинеколога эта дополнительная информация Не дает понимания сути и причинных факторов Того, чтобы поддерживать нерегулярный менструальный цикл Итак, апанавата выводит и кал, и кишечные газы, и мочу, и менструальную кровь У мужчин эта же апанавата выводит мужское семя во время соития А у женщин эта же апанавата выводит плод из тела матери То есть родовая деятельность Это не что иное, как самая активная работа апанаваты И как вы понимаете, все эти отходы выводятся вниз А вата – это воздух, это что-то легкое Представьте, что естественное движение апанаваты должно быть вниз Для того, чтобы вывести отходы А естественное движение всей ваты – вверх То есть это еще раз подчеркивает, какое нужно усилие приложить Чтобы этот нисходящий ветер эффективно очищал тело и мужчины, и женщины В данном случае женщины Поэтому вот эта апанавата и ее дисбаланс – это обязательное условие Для того, чтобы поддерживать здоровье женщины Независимо от ее конституции Худенькая она или средней конституции Или полная женщина Независимо от периода жизни Юная женщина или зрелая Или женщина старшего периода жизни Апанавата всю нашу жизнь делает одно и то же Выводит отходы Значимость этой апанаваты еще и заключается в том Что это единственный подраздел ваты Который находится в главном доме ваты Все, что ниже пупка Помните, прана здесь, удана здесь, самана здесь Авьяна, пятый раздел Циркулирует во всей физиологии То есть в кровеносной системе, нервной системе и кожной системе То есть нет такого локального места во всей физиологии И апанавата единственный раздел ваты Который находится в своем доме И тот, который движется противоестественному движению легкого Которое должно двигаться вверх Апанавата выводится вниз Если женщина здорова и хочет оставаться быть здоровой Ей нужно балансировать апанавату Если женщина имеет какие-то функциональные расстройства здоровья Например, у нее нерегулярный цикл Она должна балансировать апанавату Если у нее какие-то серьезные проблемы со здоровьем Скажем, эндометриоз Она должна балансировать апанавату Это еще раз придает значимость этому разделу Я так долго и подробно расстанавливаюсь на этом Чтобы вы поняли, что без наведения порядка с этой функцией Невозможно поддерживать женское здоровье Теперь возьмем разные типы конституции Есть худенькие женщины Есть средние конституции И есть полные женщины Конечно же, худенькие женщины У которых изначально ваты много Изначально ваты много То есть качество ваты доминирует в ее теле Они наиболее тщательно и наиболее трепетно Должны заботиться о активном движении апанаваты вниз И мы знаем, что такие женщины чаще всего склонны К всяким проблемам с выведением отходов Как правило, у них есть проблемы с опорожнением кишечника То есть тугость в опорожнении кишечника Или же нерегулярность в опорожнении кишечника Или даже запор Как правило, выведение менструальной крови Именно для этих женщин наиболее характерный дисбаланс Потому что сухости изначально у таких женщин много Но я вам напомню, что качество ваты Это не только сухость Вата по своей природе легкая, холодная, изменчивая И вот это качество изменчивости Особенно сильно выражено у людей, живущих в больших городах Таких как Киев Поскольку нерегулярность и изменчивость жизни В большом городе всегда более выражена А тем более в современном мире Когда мы все пользуемся телефонами, интернетами И так далее То есть совсем по-простому Беготня, суета, несвоевременность еды Несвоевременность сна Несвоевременность отдыха Несвоевременность физических нагрузок Все это колоссальные причинные факторы Которые увеличивают вату в целом в теле женщины И, конечно же, это отражается на этом Одном из пяти разделов ваты Апанавати Возьмем среднюю конституцию То есть там, где больше доминирует огонь Огненные женщины, как правило, не худые, не полные Более тяготеют к среднему типу строения Они могут быть, скажем так, посуше, чем полные женщины Но, как правило, они более спортивные такие То есть мышечные Каркас у них более выражен Это люди питок Женщины питок конституции И, конечно же, хотя у них маслянистости не так много Как у полных женщин Но все-таки и сухости у них поменьше, чем у ваты И все эти факторы, которые я перечислил Которые увеличивают вату в целом И приводят в дисбаланс Апанавату Конечно же, значимы и для них И возьмем, например, полных женщин У которых запас маслянистости такой Что они легко сдерживают сухость Наоборот, у них маслянистость и липкость Слизеобразующие процессы могут быть настолько повышены в теле Что даже нужно привносить сухость к физиологии Но, как я уже сказал, у ваты же не только качество сухости Но и другие качества И если полные маслянистые женщины достаточно легко сдерживают сухость То другие качества Нерегулярность, холод, легкость ваты Это все то, что также должны сдерживать женщины капха-конституции И поэтому первое, что мы сегодня рассмотрим Это как поддерживать баланс Апанаваты Если вы записываете, то вы можете сделать себе пометки Апанаваты Это один из пяти разделов ваты Поэтому, если мы будем направлять свое внимание Только на баланс Апанаваты И забудем о других аспектах ваты Конечно, мы не получим должного результата Поэтому баланс Апанаваты Начинается с общего баланса ваты в теле женщины Некоторые рекомендации покажутся вам настолько банальными Настолько такими, может быть, где-то непрофессиональными Что как бы не нужно о них говорить Но на самом деле это имеет огромное значение Первое, что нужно сделать для баланса ваты Это не истязать свое тело тяжелыми физическими нагрузками Тяжелыми эмоциональными нагрузками Поэтому больше отдыхать, это значит успокаивать вату У нас трудоголиков много Особенно это характерно для женщин, у которых хорошо выражена пита, огонь Они всегда трудолюбивы, всегда у них много энергии Но энергия и трудолюбие всегда предполагают какие-то нагрузки И поэтому отдых это обязательное условие баланса ваты Но что значит отдыхать? Значит ли это спать? Конечно нет Поскольку сам по себе сон, особенно дневной сон И долгое лежание постели днем Будет не только успокаивать вату эту А наоборот еще и увеличивать капху Что тоже не очень хорошо Поэтому отдых это прежде всего испытание физических нагрузок На половину своих физических возможностей Каждый задаст вопрос, что же это нагрузки на половину своих физических возможностей Это, так говорит Аюрведа, это тогда, когда вы чувствуете, что у вас появилась одышка Что у вас появилось сердцебиение Легкая потливость Это значит, что вы достигли 50% своих возможностей Кто-то скажет, так у меня после двух приседаний это появляется Так и есть Это значит, что вот ваш потенциал Все, что делается чрезмерно, будет увеличивать вату Особенно это касается физического труда Поскольку, допустим, если я рекомендую кому-то физические упражнения То женщина может отвечать так Ну я и так работаю Какие там еще физические упражнения Но между ними есть большая разница, как говорят в Одессе Физический труд – это активность в стрессе Всегда в стрессе Даже если вам работа ваша нравится И вы хороший специалист И вы балдеете от своей работы Но труд – это всегда активность в стрессе Надо сделать так, а не так Тут зашел начальник Или вы сами собой недовольны А физические нагрузки в виде физкультуры – это активность вне стресса Именно физкультуры, не профессионального спорта Кроме того, что вы не должны переутомляться Вы должны также не переутомляться эмоционально То есть избегать стрессов Когда мы говорим слово «стресс» В аюрведе это автоматически обозначает Что это процесс, который увеличивает вату Любой стресс увеличивает вату Это не только в прямом смысле раздражение Или гневливость, или ссора с кем-то А наоборот, неспособность выразить свои мысли Или же это долгое общение с человеком, который вам неприятен Или же это вынужденное общение с этим человеком Вы не можете его исключить Любой стресс увеличивает вату Переездами это уже стресс Да И любая вынужденная поза – это тоже стресс Например, парикмахер – все время одни и те же позы Хирург – одни и те же позы Продавец – ну и таких много примеров можно произнести Поэтому, конечно, нужно исключить тяжелые физические нагрузки И тяжелые эмоциональные нагрузки Далее очень важный момент – это сон Сон – это прямое противоположное качество ваты Высыпаться – это значит успокаивать вату Но сон этот должен быть только в должное время А должное время у нас – это ночное время Идеально, когда женщина ложится рано спать И также рано встает Для большинства людей в современном мире Это что-то такое невозможное и недопустимое Как же можно рано лечь, если самое рейтинговое время – это вечерние часы И в плане общения, и в плане каких-то там увлечений и так далее Но, к сожалению, это тот фактор, который мы не можем игнорировать Поскольку ритм жизни зависит от движения Солнца и Луны И не Солнце и Луна за нами движутся, а мы за ними движемся Им как-то, извините, все равно Когда мы ложимся и когда мы встаем Но Солнце и Луна – это личности, которые обладают своими качествами Солнце горячее, значит, это энергия Луна холодная, значит, это покой Нет, мало энергии И в разговоре между собой они могут такое сказать А вот Наталья Петровна ложится поздно спать И поздно встает Это значит, что она нас не уважает Нужно ее за это наказать Это, конечно, такое как шутка Но можете мне поверить, что так это и происходит Своим неправильным ритмом жизни вы подчеркиваете неуважение к законам природы Прежде всего к движению Солнца и Луны Конечно, люди придумали жаворонок и сов Не придумали, а так и есть Жаворонки – это ваты А совы – это капхи Но между ними – это час времени А не пять-шесть часов Когда человек ложится в три часа ночи И говорит, ну я ж сова Что мне надо попозже И так же точно в двенадцать часов ночи встает Он дня встает и говорит, ну я ж сова А доктор ему говорит, вам нужно вовремя завтракать Семь-восемь завтракать И человек спит в это время Поэтому своевременный должный сон – это обязательное условие успокоения ваты Далее еда Конечно же, еда должна быть такой, которая не будет увеличивать эту вату Но еда должна быть своевременной Своевременной, а не тогда, когда вы хотите Конечно, не всегда это просто сделать Но вместе с тем, это не означает, что не нужно об этом говорить Только своевременная еда эффективно переваривается И хорошо успокаивает вату Идеальная еда для успокоения ваты – приготовленная еда Приготовленная Жидкая, полужидкая, теплая, маслянистая, свежая Приносящая удовлетворение Никак не сухая Никак не холодная Никак не сырая Обращаю ваше внимание Сейчас, в этот период А сейчас период сезона ваты Когда мороз и ветер Пусть мороз сейчас маленький или нет его Тем не менее, зима – это сезон ваты Сырая еда Не полезна никому Никому Природу не обманешь Когда-то там в советские времена У нас кроме капусты сырой зимой ничего не было И морковки Сейчас в супермаркетах как бы это все есть Но в ветах есть четкое указание Что еда не по сезону считается неблагостной едой Особенно это не полезно, как вы понимаете, женщинам с ватоконституцией И медвежит такое благое намерение получить больше минералов, витаминов Так сказать, белков, жиров, углеводов Давайте подумаем вместе Что происходит с едой Которая попадает сырая в наш желудок зимой Мало того, что она холодная по своей природе Ее нужно согреть в желудке Ее нужно подготовить к перевариванию Ее нужно переварить А у женщин ватоконституции, худеньких женщин Как правило, пищеварительный огонь под жестким влиянием ветра То есть ветер все время задувает этот огонь И этого огня может даже не хватить на согревание И подготовку к перевариванию А не то, что переварить эту пищу Поэтому часть функции пищеварительного огня Мы отдаем печке Печка ее греет и ее готовит А мы, употребляя готовую еду Только перевариваем ее Еще раз подчеркну Это очень важно для женщин ватоконституции Для женщин, у которых есть дисбалансы Апана ваты Не только в гинекологии Например, запоры И для женщин, которые живут в периоде жизни ваты Я вам напомню, что вся наша жизнь делится на три больших периода В детстве доминирует капха Примерно от рождения до 15-18 лет Капха – это земля И она отвечает за структуру тела А главная особенность детства – это рост и накопление структуры То есть все дети, независимо от их природной давности Живут в периоде жизни капхи Им нужно накапливать структуру Примерно к 15 годам Пита – огонь Начинает проявлять активность Что заканчивается проявлением менструального цикла Менструальный цикл – это гормональная активность Плюс сами выделения крови Кровь – это пита И это значит, что примерно с 15-18 лет Не в один день, даже не в один год Начинает доминировать пита И эта доминация питы длится аж до 50-55 лет Когда к этому периоду жизни пита теряет свою активность Гормоны снижают свою активность Женщина утрачивает менструальную функцию И вступает в период жизни ваты Ваты, то есть ветра А ветер, как вы знаете, сушит И то, что мы видим у людей, у женщин старшего периода жизни Это нарастающая сухость Как бы там ни было Даже если женщина полная Она сама себе, положа руку на сердце Можно сказать, что и там, как бы сушая стала И там, и там Потому что это период жизни ваты Особенно важно, как я сказал Это сыроедение мы говорили Сырые овощи Для женщин вата конституции Для женщин с дисбалансами ваты И для старшего периода жизни Если кто-то думает, что в сырых овощах больше Белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов То он как бы не ошибается Это действительно так Но переварить и усвоить сырую пищу Это означает, что в процессе этого переваривания Вы усвоите меньше витаминов Чем с приготовленной еды Это тот пункт, на который аюрведа Обращает особое внимание И это уже подтверждено многими-многими Исследованиями современной медицины Следующий пункт Это А фрукты? Фрукты считаются Приготовленные солнцем То есть они уже по своей природе не сырые Но тем не менее, есть ряд фруктов Которые ватам недопустимо употреблять Например, хурма Грузинская хурма Никак не бьет А королек? Давайте не будем спешить Потому что информации много А чем она хотела показать на хурмах? Вкусом Вкусом Ее вяжущий вкус Само название Вяжущий Это то, что связывает А что связывает? Прежде всего, воду Связывать воду Это значит обезводить организм Обезводить Это значит высушить организм А сухость Это одно из главных качеств ватт Также точно Айва Груши И даже яблоки Лучше употреблять Не употреблять Либо употреблять В приготовленной виде Если это будет айвовое варенье Например То это совсем другое Чем просто айва Если это будет грушевое варенье Это лучше, чем сырая груша Но это правда В большей степени Конечно, для женщин Вата-конституция Потому что Они изначально сухие Кроме того, что Мы вот эти все моменты Должны учитывать Для баланса Апана-ватты Мы также должны понимать Что у сухости Есть два противоположных качества Влажность И маслянистость И поэтому Эти два качества Нужно привносить В свою жизнь Для успокоения ваты Влажность Это достаточный Питьевой режим Вата-конституция Должна употреблять Воды Примерно 30 мл на килограмм веса И конечно Эта вода Не должна быть холодной Не должна быть газированной Питы должны употреблять Примерно 20-30 Мл на килограмм веса И капхи Употреблять Хотя бы 10 мл на килограмм веса И учитывая Что средний вес Там у ваты У питы капхи Разный Мы выйдем на цифры От литра до полутора Литров воды Вы должны употреблять Для успокоения ваты Второе качество Это маслянистость Это не просто значит Что нужно исключить Сухую еду Но также нужно Принести Маслянистость В еду То есть еда Не должна быть Сухой И поэтому Каша без подливки Там Сухарики Слишком зажаренные продукты Когда много Корочек Наших любимых Это все Элементы сухости И конечно Это сильно Увеличивает вату А орехи Сухофрукты? Орехи нет Они же маслянистые А сухофрукты В сухом виде Увеличивают вату Поэтому лучше Их употреблять В вымоченном состоянии Или отваривать Компот Когда мы говорили О сырых овощах Важно также Вспомнить Что это не только Трудно переварить И усвоить Но еще Скажите Сырые овощи Легкие Или тяжелые По своей природе Конечно Как же тяжелые Легкие Конечно легкие Сравните Капусту и мясо Или там Капусту и молоко Сырые овощи Легкие А вата у нас Какая Легкая Тоже легкая Поэтому Ну Я уже говорил Это на лекциях Но сейчас повторю Потому что много людей Крамольные вещи Буду говорить Поэтому Веганство Как стиль питания Для людей С конституцией Ваты Недопустим Лакто Вегетарианство Можно использовать Но молочные продукты Должны быть В основе Этого питания Вата Легкая По своей природе Любая Легкая Еда Будет Ее Увеличивать Кроме того Сырые зеленые овощи Еще и горькие По своей природе Если вы будете Жевать капусту Сначала Вы почувствуете Что она сладкая Но если вы ее не глотнете Сразу будете Жевать 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 Дальше Вы четко Почувствуете Горький вкус Во рту А горький вкус Один из самых Худших вкусов Для ваты То есть Горький вкус Сушит Тело Забирает Влагу И поэтому Конечно И этот Фактор Говорит о том Что сырые овощи Особенно В холодный период Недопустимы К употреблению Кроме того Что мы приносим Маслянистость В тело Женщины Мы конечно же Эту маслянистость Должны вносить Не только через еду А через наружное Применение Многие из вас Это используют Ежедневно Умасливая руки Лицо Шею Но это только Часть Возможностей Если каждая Женщина Для баланса Ваты Будет использовать Наружное Применение Масел То что Называется Абхьянгой Это будет Самый Самый Лучший Способ Умасливания Всего тела Такая Большая Поверхность Нашего тела Принесет В каждую Ткань И в каждую Клеточку Масла Что будет Противоположным Качеством Сухости Ну и наконец Если Женщина Эта Апановата Ну никак Не поддается Балансу Мы будем ее еще сто раз Сегодня вспоминать Конечно же Это может быть Умасливание Уже специальными Методами То есть Масляные Клизмы Масляное Орошение Вагинальное То есть уже Локальное Непосредственно В органы Через физиологические Отверстия Непосредственно В дом Ваты Где Эта Апановата Главная Несколько Важных Моментов Еще Касающиеся Свободному Выходу Этой Апановаты Из тела Вы должны Сейчас четко Понять Что если Эта Апановата Несет Отходы Из тела И она Полностью Не покидает Тело Это значит Что отходы Остаются В теле Вот как На форме Запора Или на форме Неполного Очищения Во время Менструального Цикла Что ей Может препятствовать Конечно Много факторов Которые могут Препятствовать Этой Апановате Прежде всего Это шлаки Или Грязь По простому Не выведенная Из тела Но есть И более Прозаические Вещи Будем Говорить И называть Вещи Своими Нами Половые Отношения Половые Отношения Во время Менструального Цикла Недопустимы Конечно Многие Из вас Подумают Ну это же Естественно Но извините Есть такие Которые Так не думают Или идут На поводу У своего Любимого Мужчины Или не Придают Этому Значение Половые Отношения Во время Менструального Цикла Это Естественное Физическое Препятствие На пути Свободного Тока Апановаты Которое Выводит Менструальную Кровь Есть Еще Более Прозеические Вещи Которые Наверное Многие Из вас Использовали Или Используют Это Внутри Вагинальные Гигиенические Средства Которые С позиции Аюрведы Недопустимы Поскольку Также Препятствуют Свободному Току Менструальной Крови Продолжение следует...